И в главный праздник коммунистов хотели бы рассказать о коллекционере из Полоцка. Николай Панкрат собрал у себя всю советскую эпоху в книгах, марках и барельефах, всей атрибутике Союза. Сколько ильичей в его доме сосчитала Ольга Масловская. Дом Николая Панкрата называют музеем эпохи Ленина. Сам коллекционер считает, что его собрание тематически шире. Но именно теоретики коммунизма, растиражированные в бронзе, гипсе и бетоне, пользуются наибольшей популярностью. Только бюстов Ленина у Панкрата более 400. И ни один не повторяется. А если всмотреться в лицо вождя, можно понять, из какой республики СССР он привезен. А вот этот Володя Ульянов больше других греет душу коллекционера. Ведь именно перед ним и лицом своих товарищей, и еще школьником Николай Панкрат принимал клятву пионера. А эти бюсты – подарки трудовым коллективам разных предприятий и организаций за победу в соцсоревновании. Экскурсовод по выставке – сам коллекционер. Коллекционированием Николай Панкрат заболел много лет назад. За это время немых свидетелей целой эпохи в жизни страны накопилось такое количество, что под коллекцию пришлось отдать половину собственного дома. Некоторые бюсты выставлены прямо на улице. Сейчас на витринах нет и половины имеющихся экспонатов. Если бы позволяли площади, коллекционер запросто мог оформить экспозиции на темы «Ленинский комсомол», «Коммунистическая партия» и «Соратники Ильича». Денег с посетителей выставки Панкрат не берет. Хотел бы заработать – продал бы все заграничным коллекционерам. Только мыслит любитель старины другими категориями. Его эпоха Ленина – это эпоха жизни страны. Ольга Масловская, Александр Петровецкий, агентство теленовостей.